Дима Гаврилов 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 Леха одевается, как человечек с детских рисунков, знаете, у которого ровно футболка, потом ремень и штаны. Кстати, недавно смотрел порно, отмотал страницу вниз, а там комментарии от Лехи. Это еще что? Вот у нас в Кузьминках. Гена Фарафонов. У нас в гостях Гена Фарафонов, более известный как Рикки Ф. Я правильно понимаю, что в твоем никнейме Ф — это Фарафонов, а Рики — это Гена? То есть Гена Букин — это Рики Б, получается, да? Чебурашка и крокодила Рики. Рики Ф выглядит как человек, у которого в Райдере по-любому есть сосиска в тесте. И, скорее всего, на этом все. Я думаю, вот как выглядит Райдер Рики Ф. Пункт первый — сосиска. Пункт второй — тесто. Пункт третий — объединить. Рики Ф писал текст Хованскому на батл против Ларина. И по моим источникам, Хованский заплатил ему за это 250 тысяч сосисок в тесте. Юра даже не связывался с Геной лично, просто в чате всех пухлых написал, типа, «Йоу, толстяки, помощь нужна». С недели на неделю, кстати, в этот чай гнойного добавят. Ген, я смотрел твой последний батл против Гарри Топора. Круто. Да, реально круто. Мне очень понравилось, ты очень круто сделал. Единственное, что я не понял, почему ты такой агрессивный был. Ну, прям злой. Прям так злился на него. Что он сделал? Сосиску в тесте отобрал или что? Знаете, когда в РПГ игре типа Обливиона создаешь персонажа, там есть набор стандартных лиц, и вот одно из лиц — это реки Эв всегда, которое ты проматываешь и такой, «Это точно нет, естественно, естественно, нет». Ты его выбираешь только, когда в четвертый раз игру проходишь и по приколу решаешь уродца создать. Типа, пухлый седой ребенок. Вот кто будет монстров убивать. Сатир. Сатир, народ, это сатир. Сатир снимался в сериале Данила Поперечного «Ничего смешного». Там он пародировал хуевого актера, если вы не заметили. Сатир, объясни мне, как ты, человек с актерским образованием, умудрился стать самым слабым звеном даже в сериале Данила Поперечного. Объясни мне. Я не буду рассказывать шутки про сатиры, я просто процитирую некоторые реплики сатира, реальные реплики из реального сериала. Поперечный говорит, «Я что-то уже долгое время ничего не могу написать». Сатир говорит, «Так это ж типа нормально, ты ж не должен постоянно, блядь, типа быть продуктивным, все время че-то хуярить». Поперечный и сатир сидят за баром, сатир говорит, «Братан, можно важный вопрос? Ты когда посрешь, ты очелло вытираешь сзади или спереди?» Я напоминаю вам, что сатир — выпускник Новосибирского государственного театрального университета. И последняя девушка сатира говорит, «Я так понимаю, в Таиланд мы не поедем?» Сатир, «Поедем на Блаблакаре нахуй!» У меня один вопрос. Все эти слова, они были написаны в сценарии? Или ты импровизировал, как профессиональный актер на съемочной площадке? Просто если в сценарии, то странно. Представляете, они снимают, и поебречный такой, «Так, стоп, сатир, не блядь ебаный в рот, а нахуй ебаное говно!» Ты читал сценарий, сатир? Так и было, чувак. Ладно, про сатиры у меня все, едем дальше. «На Блаблакаре нахуй!» Так, Слава КПСС. Про тебя тоже есть. Слава КПСС работал системным администратором. Сейчас уже не работает, но прическу сисадмина оставил на всякий случай. Ну, чтобы в любой момент вернуться, можно было и фотографию на пропуске не менять. Слава работал сисадмином в аквапарке. Сисадмин в аквапарке? Это профессия или миниатюра в КВН? Итак, представьте сисадмин в аквапарке. Эй, сисадмин, у меня винда слетела вниз по горке. «Бэйби-бэйби». «Бэйби-бэйби». Так. Слава в баттлах часто говорит, что он спал с чужими матерями и, видимо, со всеми за стрижку. Да. Слава КПСС считает, что Эльдар Джарахов украл у него идею клипа. Вы смотрели клип этот? Кто-то смотрел? Да. Я посмотрел, короче, вкратце. Там типа вечеринка, которая перетекает в слэшер. Там людям начинают головы отрубать, там кровь, кишки, там кому-то нож втыкается в лицо. И я, короче, не знаю, как все было на самом деле, но даже если Джарахов реально украл у тебя идею клипа, то, по-моему, и слава богу, потому что он точно сделал это лучше, чем сделал бы ты. Ну, ты б хуйню же снял, слава богу. У тебя бы вместо крови кетчуп был. Чтоб снять летающий нож, замай бы на ниточках. Вот так нес его. А большую часть клипа просто славина девушка. Просто по какой-то причине. Вот что меня больше всего повеселило. Когда вышел клип Джарахова, Слава в каком-то видео сказал, блин, мы уже сняли этот клип, но сейчас из-за Джарахова не выложим. Вам не кажется, что это школьная отмазка какая-то? Ну, если ты реально снял клип, ну, покажи его нам. Это шутка. Ну, мы все поняли. Джарахов украл. Покажи клип. Ты записал кучу каверов на Оксимирона, спародировал альбомы Бульвара Депо и Биг Бэби Тейпа, но клип, как у Джарахова, вдруг решил не выкладывать. У тебя 723 альбома. Я не верю, что Слава мог что-то создать и не выложить. Получается, что ты просто оклеветал Джарахова? Оклеветал, тебе не стыдно? Слав, это полутораметровый диабетик. У него друзья поперечные Ильич. Ему мало говна в жизни, по-твоему. На кого ты дальше нападешь? На Ника Вуйчича. Я был на концерте у Славы. И весь концерт Слава пел под плюс. Потому что даже он не знает свои последние песни. Ну, это не шутка. Я реально ходил в том году на концерт Славы КПСС. Это был худший концерт, на котором я был в своей жизни. Вот как все было. Мы собрались с Женьком Сидоровым пойти на концерт. Я приезжаю к клубу в обговоренное время. Женек мне пишет, Димон, я опоздаю. Я думаю, ну ладно, человек в такой жопе живет. Подожду минут 10. Я стою в этой очереди, среди пьяных детей, в толстовках антихайф. И через полтора часа, через полтора приезжает Женек Сидоров. И такой, Димон, сори, я с другом пиво пил. Пиво, блядь, пил. Женек, это мысль какая-то, которую я не выкупил опять, или что? В итоге мы заходим в клуб, Женек моментально сливается с толпой. Никогда не видел, чтобы Женек так органично где-то смотрелся. Начинается концерт, и из колонок просто играют славины треки, прям с голосом. Слава в этот момент танцует на сцене, и иногда, если ему хочется, что-то подпевает в микрофон. Я стою в ахуе, смотрю на Женька, у него счастье полные штаны. Он там что-то со своими пляшет. В какой-то момент даже слэм начался, представляете? Никогда не видел, чтобы одновременно так много прыщей лопалось. И все Женьковские. В итоге я заплатил 750 рублей, чтобы посмотреть, как танцуют Слава КПСС и Женек Сидоров. У Славы Изамаев в 2018 году должен был быть всероссийский тур, но он отменился, потому что их обманул их концертный директор, когда сказал, что они все еще популярные. Не так давно был концерт, я буду петь свою музыку, а в поддержку рэпера Хаски, у которого из-за правительства отменились выступления. И Слава записал дисс на этот концерт. И мне кажется, что Славе просто обидно, что у Хаски концерты отменяются из-за власти, а у Славы из-за того, что всем похуй на него. Слава был бы рад, если бы власти ему что-то запретили, но на него никто не обращает внимания. Хаски записал трек поэмы о родине, и в нем нашли экстремизм, а Слава записал трек «Владимир Путин», и все такие «Да пускай балуются, пацаны!» Пускай! Смешно с Славом. Мне кажется, если Слава запишет трек, в котором он будет прямым текстом говорить «Я призываю детей к суициду, наркомании и нацизму», все скажут «Старый добрый Слава!» Опять прикалываешься? Выступай где хочешь. Если народ соберешь, конечно. Вам не кажется, что это главная трагедия Славы КПСС? Очевидно, что он прям хочет, чтобы с ним боролись, чтобы его считали опасной фигурой, но у него не получается. Слава, ты против всех, но никто не против тебя, ты понимаешь? Ты не Егор Летов, ты Гринч. Ну, ты что-то пакостишь, что-то пытаешься всем навредить, а люди любят тебя, все просто ходят, такие, что он злой такой, что он с нами не потусуется. Мне кажется, надо просто позвать Славу на рождественский ужин, и его сердечко растает. А у меня на этом все. Давно слежу за твоим творчеством. Респект, Слав. Спасибо. Дима Гавриловна, аплодисменты Диме Гаврилову! Что ж, это был сольный концерт Дмитрия Гаврилова, посвященный творчеству Гнойного.